Ну что ж, здравствуйте, приглашаю вас в нашу волшебную конюшню. Волшебной эта конюшня стала около двух месяцев назад, когда главные артисты новогоднего представления приступили к репетициям. Каждая лошадь, которых здесь девять, – профессионал захватывающих шоу. Самые элитные породы в новом шоу будут претендовать на роль верного друга и помощника не абы кого, а самого Деда Мороза. «Снегурочка на вороном коне» – картина необычная. Это представление отличается кардинально от всего того, что во время новогодних каникул можно увидеть в курортном Сочи. Постановщики и дрессировщики настаивают – главные артисты в этом сценарии – кони. И то, что они демонстрируют, действительно похоже на волшебство. Грегори, например, единственный в мире, выполняет команду «Голос». Он же бесстрашно целует наставницу сквозь огненный обруч. Каскадеры рассказывают, что новогодний сценарий – бесспорно по душе их подопечным. «Я его забрала, ему было три года. Мы его выкупили. Мы работали с ним раньше в Анапе на рыцарских турнирах, потом мы с ним переехали сюда. Работал он в основном в джигитовку и мало-помало работал именно дрессуром. Дрессуру мы уже подтянули здесь. Раньше он был чисто джигитовочным конем. Здесь мы уже довели дома свечки, сделали огненный поцелуй». Остальные претенденты на роль лошади Деда Мороза – не менее талантливые. Даже самые маленькие пони готовы показать все, на что они способны ради почетной миссии. «Весь год искали самых красивых и самых лучших лошадей по всему миру. И вот из девяти стран привезли разные редкие породы лошадей. Девять участников лошадок, девять пород, и которые каждая удивит своими способностями». Талантливые люди, талантливы во всем. Конные каскадеры пошли дальше привычных рамок и в своем новогоднем представлении попытаются оседлать и огонь. Фаер-шоу как приятный бонус. Но еще не все сюрпризы. Тем, кто поучаствует в выборе лошади, Дед Мороз подарит билет в хаски-центр по соседству с конной ареной. Его обитатели, кстати, уже гуляют по парку и напрашиваются на внимание прохожих. На протяжении всех каникулы и лошади, и собаки, и всеми любимый парк Ривьера готов дарить сочинцам новогоднее настроение и незабываемые впечатления. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.